компания у нас собралась 5 большая все друзья мы добрались до ребят до и города валерика даромика сейчас отправляется первая партия людей на снегоходе уезжают до избы потом егор возможно развернется приедет за нами и увезет нас а вы пока что идем пешком все ништяк все огонь настроение как обычно на высоте давайте друзья всем приятного просмотра а мы погнали ну все доехали с криками орами ну доехали так решили посмотреть баньку все ништяк завтра будем париться это капитально вообще максимально капитально все красота еще такая елью пахнет не смотрится не сухая что вы пропитывали уже да или нет еще его пропитывали чем красили этот суп в избушке этим же самым для самом ништяк добротная баня вообще четко завтра испытаем мое а а а а а а а и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Валерику, Ромику, их сейчас нету, будут вечером. Выбрались большой компанией. Как обычно, ничего у нас не меняется. Приехал Федя, Лена, Настя приехала. И все мы здесь собрались. Ребята приезжали к нам недавно совсем. Привозили снегоход. Возможно, можете посмотреть ролик по подсказке в правом верхнем углу. Сегодня по плану у нас расчистить снег под улья и затопить баньку. Проведем обзор бани. Это топчик, это пушка. Это вообще лучшая вещь, которая может быть в тайге, рядом с избушкой. Продолжение следует... Блин, дофига, да? Нынче снега у нас не выселит его. Ладно, больше уже нигде не идет. Блин, ну сейчас, кстати, что-то я по погоде там смотрел. Опять снегопад. Помнился случай. И с палаткой ходили. Откапывали прям вообще огромную территорию. Там, наверное, 4 на 4 просто было. Часа 3, наверное, рылись. А сейчас вчетвером вообще максимально быстро это все делается. Уже почти все, считай, откопали. Сколько у них три еще? Одну. А, две, две. Там нету, кстати. А, нет, там еще одна. Ну вот одна, значит, где-то. А, нет, там еще одна. Давайте сходим, посмотрим, как ребята сделали туалет, нужник. Мы приезжали, им помогали его делать. Вот я сейчас напротив него стою. Это не похоже на нужник. Это, я не знаю, какой-то теремок небольшой, просто домик какой-то. Очень четко. Особенно подошла, вписалась вот эта вот матница. Как это? Верхняя матница, да, с рогами прям максимально на лося похожая. Корнище, да. Дерево упало с корнями. Вот, и забрали. Я помню, как мы его везли. Да, да, да. С мишанем мы его, да, мы попили, строгали. Тут еще строгали. Ну, вот что у нас сгнило. Она сгнила так? Да, она, получается, сгнила и упала потом. Корневища уже не держали. Дед, я думал, вы сейчас привезли, а она сгнила. Нет, нет. О, смотри, смоляк, местный смоляк. У нас попадаются похожие деревья у нас там есть. Горелый лес, горела сосна. Ну, вот смоляк. Смоляк, да. Но деревья все стоят, там ничего как бы не сгорело, просто получается, снизу их подпалило, поджарило. Ну, все, у нас, считай, век будет сейчас. Да, да, да. И причем полностью такой лес. А он еще, знаешь, он еще не высохший? Да? Да, он цветет нормально. Просто низ погорел и все. Но это далеко от избушки там у нас. А я, знаешь, первый раз в своей жизни увидел дерево, в которое молния попала. Да? Это была елка такая. Где-то здесь у вас? Да. Ну, не здесь, там далеко. И, короче, молния ударила. Я шел просто щепки в разные стороны. Да ладно, это при тебе что-ли было? Не, не при мне, это я уже увидел. Ага. И иду, смотрю, такой кусок мощный прямо в землю, в петро. Офигеть, да ладно. То есть этот акшин драхнул, что его разорвало. И кусок прямо в землю воткнул. Еще по ель мощная, да? Да. Я думал, вот если так, мне кажется, можно было бы вообще убить этой поскольку. По-любому, по-любому. И все. Воткнуло бы нафиг. Да, и она выгорела. Просто вот пень стоит и внутри все. Офигеть, блин. Я не думал, что он получится, кстати, настолько крутой, что он настолько круто будет выглядеть, как реальный маленький теремок. Блин, помню, как тыщили ему вот эту жаробловодовую. Да, прошлое лето это вообще же у нас аналогично было. Это, наверное, такое же будет почему-то так кажется. И в том году мы, получается, стены сделали, да, закинули вот этот корневище и все. Да, а дальше мы уже сами. Да. Да. Доской. Вот это вот прикольное такое решение было. Что прям доски очень много ушло. Четко. Ну да, да, видно. Очень много. И еще потом привозили, да? Да. Все покрыли рубероидом, да? Ну, хотели так-то этим, как на избушке, но... А-а-а, дорогое удовольствие. Дорогой туалет будет. Да, да. И рубероид. Ну вот отсюда вот смотришь, да, как будто реальная голова лося, блин, никаких рогов не надо. Вообще шикарное решение было, что... Мне вообще было интересно. Че, как с этим? Вы его почти на видосах-то и не показываете. Ну, тогда че туалет, че... Так вот. Может тоже не показывает. Да, да. Но все равно интересно. Это, я думаю, стоит внимания зрителя 100%. Вот такое, друзья, туалетик. Немного декора придали, навесили. На этом чугуну... Это у нас, у нас же тут пасека была раньше, видать, бочки что ли здесь делали. Борти? Нет, бочки. Бочки? Просто это излипает. И вот очень много таких. Одну сюда повесили. А-а, я летом их, по-моему, кстати, видел. Да, вот еще повесили сюда чугунок. Вот он сломленный. Ага. Это мы на раскопках были, на поселения рая в эти годы, во вторую мировую. Вот чугунок такой нашли, тоже сюда закинули. Вот еще, смотрю, подковка висела. Да, подкову мы такую нашли. Тоже нашли. Да, 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 да. Вот такие раньше лошади там работали. Офигеть. Так ты слушай, маленькая подковочка. Может быть, это какой-то вид лошади. Бонни. Может быть, ну просто все лошади там работали. Может быть, какой-то, ну, как это, жеребенок был. Давай, Егор, вовнутрь заглянем. Да, мы придерживались стиля, дикого стиля. Ну, уже видели, вот все так безобразно старались делать. И тем самым, ну, стиль такой, в общем. Ну, я бы не сказал, что у вас тут безобразно. Ручка тоже деревянная, все. И даже стурчак сделали из дуплянки липовой. Липа у нас упала большая. И оттуда кусочек рекулизали. Я почему-то думал, что вы будете борт делать. Есть вообще в планах борт делать или нет? Да, да. Ну, что получается. Вот. Такой рост. Вот, даже я не натягиваюсь. Я помню, как мы эти бревна возили. Да, ну все. Теплый стурчак. Напиточку, потому что зимой задница мерзнет. Вешалку из рогов сделали. Да, да, я видел. У вас даже тут в туалете эти вешалки, блин. Везде рога. У нас нигде нет. Ну, специально летом скинуть, чтобы мало ли запоминуться. Все, вот такой вот. Вот этот туалет. Газетку читать можно. Вообще легко. Так, ладно, Егор. Про нужник рассказали. Пойдем теперь к главному. К главному изобретению. Просто века вашего здесь в избушке в лесу. Это баня. И позадаем тебе немного вопросов по этому поводу. Пойдем. Вот. И банька. Какая она размерами? Банька размерами 3,5 на 2,5. Вот сделали мы его из бруса. Брус тоже сами делали, да? Да, брус сами пилили. Брус 150 на 100. Ну, так-то из бруса это вообще четко, да? Быстро, не надо чаши делать. Да, да. Ну, что, на джут клали. Все на джуте полностью. Это пока еще так. Потом в этом сезоне доделаем все. Облагородим. Временно постелили тент. Да, мы так же стелили на избу. Да. Ничего, простояло нормально? Да, терпит. У нас главная задача была, чтобы он зиму простоял. Но у нас сейчас цены очень сильно повысились на металл. Не знаю, придется очень поднакопить, чтобы купить. Крыша у нас 5 метров, 3,10, то есть 3 метра 10 сантиметров скат. 5-ти метровая, с предбанником 5 метров. И предбанником вы уже сейчас будете, да, летом делать? Хотим, да. Ага. Ну, вот хотим, не знаю, теплый будет ли или летний, не знаю, посмотрим. Чтобы теплый делать, надо утеплять, соответственно, это материал. Ну, по-любому, да. Так, что, вовнутрь зайдем? А, на потолок-то там что стелили? На потолок песок или что, земля там у вас на потолке лежит? Да, 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 глина, навозили глины. Мы строительством баньки начали заниматься накануне зимы, считая. Глину мы возили, она уже вся замерзшая была, она вот сейчас с комками. Ну, сейчас она уже подсохла, наверное. Вот, туда мы глину, вот еще у нас мешки здесь стоят, туда потом еще глины. Еще накидаете, да? Да, да, да. Ну, получается, вот этот кусочек у нас без, ну, тут вот, ну, там длины нет. Ну, парились 70 градусов было. Ну, держало, да? Да, да, ну, уходит, но жару достаточно. Ну, сегодня все это протестим. Небольшой этот, небольшой чердак здесь. То есть, ну, может быть, веники туда и повесим, хватит места. Да, да можно вот этот, перед банник вешать мы сюда. Да, 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 что-нибудь придумаем. Пока, пока вот так. Егор, воду сегодня уже привез. Уже залили. Так же показывали. Да, надо еще будет сделать один рейс. Еще привезти две фляги на... Ну, в принципе, так-то хватит, но пускай запасы. Ну, да. Внутри все обработали. Стены немного подшлифовали, чтобы не было заусенец. Покрыли все пропиткой для сау. Там палатья сделали, липовые. Тоже их надо обработать потом будет, чтобы не потемнели. Все, таска здесь. Кель. Ель? Да. Печка самодельная была. А, сами делали, да? Это что, диски? Диски, да. Это от прицепа, от фуры. Диски. Получается, два диска. Здесь половина, ну, два с половиной. Бак. Бак здесь на 80 литров. Две фляги сюда вот заместилось. Ну, еще ведро. Ну, 100 литров, вот, горячей воды. Круто. Сегодня будем топить. И вот подувало, да, снизу? Да. Четко. Вот сюда, да, получается камень? Да. Офигеть. Тут, чтобы, как это... Разделка. Да, чтобы ничего не вспыхнуло. Угу. Вот прошли кирпичом через потолок. Сколько рядов положили? Так, ну, что-то здесь 4, 5. 5 рядов. Ну, больше пяти, не знаю. Угу. Плохо, что. Вот такая байка. Угу. Все дела по мелочи закончили. Сейчас хотим заглянуть в бомшанник пчелкам. Посмотреть, как они себя там чувствуют. Как они кушают лепешки. Как штука-то называется, Егор? Канди. Как они кушают канди. Ну, и вообще посмотрим, как это все вот происходит зимой. Как пчеловоды держат пчел в зимнее время. Думаю, будет многим интересно. Вот у ребят здесь есть вторая избушка. Она старая уже. И очень... Сколько ей, Егор, лет? Очень много, я не знаю. Ну, короче, есть вот избушка, в которой они хранят пчел. Сейчас мы туда тоже заглянем. Девчонки готовят кушать. Настя вообще впервые здесь. А, так все здесь впервые. И что, как ощущения? Да вообще классно. А твои, Настя, как ощущения? Лес шикарный. Изба четкая. Вообще Евроизба. Все красиво, да. Все, в нашу больше не поедем. Вот так вот. Все промышали. Да. Вот такая здоровая, вообще высокая. Она выше, чем ваша, да? Да. Моншальники. Вот так вот все. А, печка обложена у вас, да? Мыши полно. Что говорю, у мышей здесь. Вообще мыши полно. Сетку 2 специально сделали, чтобы не залазили туда. Ну, он шайники минус 1, нормально. В принципе, нормально. Ну, афигеть тут мышей, конечно, елку полноту. Вообще, много. О, ни фига там статуэтка. Прикольная. У нас может вообще то же самое. Просто, как будто особо и не наблюдали. Что, как пчелки? Все в порядке? Да, вот у нас только вот эта пуля. Что-то вон вылазит здесь, дохлая. Здесь что-то булькают. А, вон, смотри, где они вылазят. Вода, конденсат. Не делают, не светят. О, вы обшили потолок. Буль такой. Да? Да, это мы его обшили. Что-то я не замечал. Был в прошлый раз тоже. Печка тоже из дисков, да, тут? Да, из автомобиля. Не знаю. Прикольная печка, слушай. В общем, печь обложена вся кирпичами. До потолка почти, да, до потолка. Офигеть. И вот так обложили, теплее намного стало? Ну, да. Она, во-первых, жарит послабее. Ага. Во-вторых, тоже это, так, аккумулируется тепло. И здесь сколько в омшане побывало? Ну, до минус 10. Тут у них временно стоит солнечная панель. О, ребят, есть солнечная панель. В общем, в омшанике, как в омшанике, все принадлежности, которые нужны для пчеловодства, у них все здесь есть. Все в этой избе. Изба хорошая. Старше меня до сих пор стоит еще в хорошем состоянии. Фанерой. Да, да, и на фанере там у вас конденсат был. И с сеткой, короче, получше. Ага. На мишине залезут и пробок будет. Ага. Так, вот, вот. Отыщем-то, давай. Что, вот небольшую вентиляцию сделали? Ага. Чтобы влага выходила, в уле по суше было. Все равно этот. Чего бы вы уже начали. Вот видишь, канги все съели. Ага. Вот сюда можно. И что это на уле такое нормальное? Лепешка хватает? Ну, маловато. Видишь, канги съели, значит, канги сюда бы подложить. А что нужно для него? Тудра, мед. Ага. А медомик своим же кормишь, да? И часто так проверяешь, ты ходишь? Ну, раз в месяц может. Угу. Погода распогодилась, почистилось небо и стало офигенно светло. По всей здешней округе слышится запах жареной картошечки. Кушать уже хочется. Скоро, наверное, будем кушать. Не скоро. Сейчас пожарится картошка. Потом надо будет обжаривать мясо, так же запечатывать. Запечатывать. Потом только лук, потом туда снова картошку и на 40 минут это еще оставляется. Так что где-то через... Пару часов. Полтора, наверное. Мне кажется, пару. Пару. Сейчас оно запечатывается и потом лук туда. Сидите. Сидите. Калыч, я когда сюда сажусь, у меня карто продавливается. Стой, 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 стой. Как мягко. Маски. Калыч, мы сходим. Пару. 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 Прожарике. Пару. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все вырублено, все для веников, под веники... Мы тут на роднике у ребят еще не были... Очень-очень хотелось съездить и как раз выдался шанс посмотреть, как они здесь облагородили... Ну как это, трудно сказать... Трудно сказать, Егор, это у нас то, что там... О, у вас даже вон тут шланг стоит... Да, шлангом пробовали, короче, не получилось... Ага... И сделали вот так... Ну, у вас такой слабенький, слабенький родничок тут... А зимой... Ой, летом, наверное, по этот... Побольше все равно этот бежит вода-то... Да, так у нас... Мы так сделали, что у нас через трубу все... А сейчас он, блин, промыл... То есть тут, получается, до уровня трубы была, да? Вода... Ну, нормально, нормально... Это, наверное, он сейчас только так замерз, нет? Смотри, что будет, оно что-то не ушел... Глубоко... Пойду за топором... Так же... Уровень... В роднике вода у вас отгрежает... Не такая нитка... Да, да... Прямо приступ к роду у вас свет... Звонят, да? Нет, я попил... Да... Попил... А все, там что, пару вёдер? А, двинец... А где пик? Сейчас съездим в одно место... Здесь пик-то нет у нас... Чуть-чуть отъедем... У ребят тут настолько много берез... Что хочется просто набрать коры... И увести к себе в избушку... Вон там вообще... Отошла кора от дерева... Вот, набрал вообще никаких проблем... С растопкой, я думаю, нет... Вон здесь вообще уже высох пень... Это тоже березовый пень... И тоже кора уже свисает... С этого дерева... Надо было мешать отдельный портфель взять... Набрать да увести... Редкость... Мало очень... Очень редкость, да... Набирники собрали... А нам бы вот... Столько ёлы как у вас... Но ёлка тоже у вас... Вон всё равно проклёвывается... Есть... Белки у вас тут плохо работают по ходу... Ну тут да... Тут уже другая локация... И совершенно всё по-другому... Обалденная красота везде... Обратная сторона медали... Обратная сторона медали... Продолжение следует... Здравия... Возьмите... Продолжение следует... 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 Завалился Прошло уже не мало времени Уже подключили свет Банька уже подходит к завершению Скоро пойдем в баньку Сейчас посмотрим сколько градусов Говорят, там уже жарко Ого Жарковато так-то Ну С ракет есть Камни уже горячие Вода Вода тоже горячая Все ништяк Скоро пойдем Не знаю, влезем мы садонет Лена с Настей уже готовят суп Мы уже заканчиваем готовить суп Да? Уже заканчиваете? Да Все, уже последние этапы Вот мы сейчас помидорки закинем Зелень И все И все, скоро будем кушать Ну, после баньки, наверное, уже В общем, все Девчонки уже сходили в баню Зачет Классная баня Зачет, да, понравилось вам? Еле, еле дышат, понял? И все, сейчас мы отправляемся Мы ушли Идем в баньку Наконец-то идем в баньку Весь день ждал, когда пойдем в баню И вот, наконец-то мы идем Вообще мощь Это полная мощь Один вот забегает уже Я сейчас Луна сегодня полная Фу, у меня даже Голова немного закружилась Хотя я привыкший к таким баням У меня у самого почти такая баня Ребята там еще парятся Фу, я думаю, все, хорош Уже чувствую, что Голова начинает кружиться Все, пора выходить Сейчас пацаны еще попарятся, я думаю И уже выйдут Фу, капец Жара вообще Вообще мощная баня, друзья Вообще офигенная баня Блин, крутая баня Наикрутейшая баня Все, друзья Сходили в баньку Банька вообще зачетная Вообще понравилось Пару хватает Фили, как-то впечатление Отлично Отлично Очень Остались лишь самые стойки Федя с Ромиком Они до сих пор еще парятся Все уже остальные Ушли в избушку И я тоже отправляюсь к ним Все отлично Складываются кровати И получаются Двухспальные места Даже втроем Можно в принципе При желании уместиться Сейчас все собираем обратно Уже будем потихоньку Собираться Выдвигаться домой Ждем пока греется еда 12 литровый казан Вчера девчонки приготовили щи Супчик Мы его так и вчера даже и не попробовали Сходили в баню Пришли и сразу же рубануло как-то Прямо максимально быстро Сегодня проснулись Вообще обалденное настроение Обалденно себя чувствую Но уже сегодня Придется отправляться домой Сейчас все дела сделаем Оденемся И потихоньку будем подвигаться Но первым делом позавтракаем Перед отъездом хотелось сказать про печку Я спал на полу На матрасе И печку вообще никто ночью не топил Тепло было всю ночь Я даже не просыпался Печь вообще за эти 3 дня Мы топили всего пару раз И тепла нам хватало вообще на целый день Потихоньку загружают снегоход Сумками Одеждой А я пока что В избушке немного подмел После нас Чтобы все чистенько было Друзья У ребят здесь В них в прошлом году Когда мы приезжали У них были Одни рога Вот эти Висят здесь Сейчас у них еще появилась Вот такая морда щуки Классная вообще Огромная Егор говорит Это они поймали Ездили на рыбалку Щука была где-то 3 килограмма И вот еще Одни рога Эти покрытые Как будто бы лаком Эти большие рога У ребят здесь лосей много ходит У нас вроде тоже много лосей ходит Но почему-то мы сколько ходим с мешаний И никак не можем найти рога Вообще не получается Непонятно с чем это связано То ли мыши успевают съедать То ли еще что В общем вот такие дела Ну все друзья Время в гостях вообще пролетело незаметно 3 дня Пролетели как Блин не знаю Как пару часов Много всего Нового увидели Именно по пчеловодству Как ребята хранят пчел Как их подкармливают Канди Кстати будем Тоже сейчас у себя Попробуем сделать Такую же лепешку Подкормить Пчелок наших Которые у нас там Возле избушки Баня Друзья Вообще Вышка Просто блин Верхотура какая-то Не знаю Как это сказать Как это описать Это надо прочувствовать Приезжаешь в лес А тут еще и баня Это блин Это просто вышка Егор спасибо За баню Как дачу уже тут Как дача Мы уже потихоньку Собрали все вещи И совсем скоро Будем выезжать домой К ребятам в гости Приедем обязательно Еще Если позовут Уже позвал Да Обязательно Приезжайте к нам В гости Повторно снова Ну ближе К теплу Там потеплее будет Уже попроще спать будет Никто ничего не замерзнет Сами в палатке Можно будет спать Да Все друзья Если вам понравился ролик Обязательно заряжайте лайкос Подписывайтесь на канал Пишите комментарии И обязательно друзья Делитесь видосиком Да Потому что именно Когда вы делитесь видосиком Ютуб нас продвигает Нам это сейчас Как никогда нужно На всех участников Нашей тусовочке местной Оставим ссылки в описании И переходите Смотрите Давайте друзья Егору Валерику Ромику Большое спасибо За гостеприимство Мы отправляемся домой И увидимся с вами Ровно через неделю Всем пока друзья Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok